Добрый вечер! Победа, которая подарила мир, спокойствие и уверенность. Беларусь всегда будет государством, которое знает цену войне. Брещина масштабно отпраздновала 69-ю годовщину победы. Спасибо деду за победу! Автолюбители из Беларуси и России провели совместную благотворительную акцию под патронатом сотрудников Брестской областной госавтоинспекции. Работа со знаком качества брестских аграриев. В области прошел семинар совещания по вопросам организации заготовки кормов на базе предприятия Савушкина в Малорийском районе. День Победы в 69-й раз отмечает Беларусь. На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех граждан нашей страны. В этот день народ Великой Державы окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. В предместе Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции вермахта. Первый День Победы праздновался так, как ни один из праздников современной истории. Дорого далась эта победа нашему народу. Погибли более 20 миллионов человек на этой страшной войне. В каждой семье есть о ком вспомнить. Как дань памяти героизму советского народа. 9 мая в День Победы ежегодно в городе Бресте проходит праздничное шествие. В этот день встречаются фронтовики, ветераны Трудового фронта, возлагаются венки к вечному огню Мемориала Брестской крепости. Сверкает праздничный салют. Память об этой Великой Победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. О силе духа и величии людей в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою родину. О сегодняшнем триумфальном шествии ветеранов Великой Отечественной войны расскажет Анастасия Стропко. День Победы День Победы Они такие гордые. Наш дедушка. А это что? А это что? Все спрашивают. Правильно. Все это очень правильно. Я поддерживаю все. Люди понимают, насколько этот праздник важен. На сегодняшний день как мало осталось сейчас ветеранов. И мы каждый год приходим и поздравляем ветеранов наших. На площади церемониалов участники торжественного шествия возложили цветы и венки к вечному огню и мемориальным плитам. В своем обращении глава области Константин Сумар высказал слова благодарности и признательности ветеранам. Их подвиг будет жить в веках, как пример беззаветной любви к родине, святого исполнения гражданского долга, мужества и героизма. И сегодня, в особенный для каждого белоруса день, Константин Сумар пожелал всем участникам памятных торжеств мира, добра и только солнечного, спокойного неба над головой. И я сегодня хотел бы просто сказать в этот святой день для всех нас большое спасибо и ветеранам, те, которые живут у нас вместе с нами, за то, что они с нами, за то, что они делают все возможное, чтобы нам было проще и лучше жить и работать как-то было более интереснее, эффективнее. Я им низко кланяю, если я говорю большое, огромное спасибо на всех наших людей, наших брещан и всю нашу Беларусь. Поздравляю, конечно, с этим святым праздником, великим праздником. И дай Бог, чтобы вот такие солнечные дни были над нашей страной всегда, чтобы были дождики, это очень прекрасно, как вчера было. Ну и вот когда мы проводим эти праздники, чтобы такие солнечные дни были, ну а в каждом нашей живущей на нашей территории Брещины и нашей Беларуси, чтобы вот это такое солнечное настроение было всегда, достали жизни каждому. Время отодвигает от нас страшные военные годы, но вместе с тем забирают и людей, которые подарили возможность счастливо жить на родной земле, спокойно трудиться, смело мечтать и строить планы на будущее. Все меньше приходит на подобные мероприятия участников Великой Отечественной войны. Тем ценнее каждое их слово, обращенное к нам или пожелание тем, ради кого почти 70 лет назад советская армия дошла до Берлина. О чем говорилось? Это такая радость. Мы победили, остались живы, вот теперь праздную. Праздник победы, независимости, счастья нашей страны. Сегодня прекрасный день, радостный, и я чувствую, что я, спасибо, что я живой, вернусь здоровый, вот, хорошо прожил, я очень хорошо прожил, семья моя, жена была хорошая, все. Я желаю каждому так, в любви, в радость и честно жить для браузской страны. Дорогой праздник, это день победы, который советский народ одержал, это, знаете, даже, а потом, что мы сегодня живем, это еще, вот, пройти такую бойню. Никто не забыт, и доказательство тому символичный бессмертный полк. Эту акцию город над Бугом принимает впервые. Около 300 человек пришли сегодня в Брестскую крепость с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них так и не узнал, что победа осталась за нами, кто-то не дожил до настоящего времени, но сегодня, как и много лет назад, они были вместе со всеми, в мирное время шли в едином победном строю. Это очень большой праздник, действительно, со слезами на глазах. Это моей мамы, родные братья, которые погибли на войне. Бабушка моя родная, она каждый год, вспоминаю, плакала, действительно плакала, да, для нее это был праздник погибших детей своих. И когда мы увидели предложение выйти с портретами, естественно, мы согласились, сразу напечатали, потому что это действительно достойно, принести их портреты на таком священном празднике 9 мая. Никогда не забудем того, что было с нами, с нашими родителями, с нашими дедами. И эта акция, она тому подтверждение, и мы будем впредь ее продолжать. Торжественное мероприятие, посвященное победе над немецко-фашистскими захватчиками, продолжил праздничный концерт, на котором прозвучали давно известные и любимые песни военных лет. Каждая строчка в них пропитана болью и кровью, но вместе с тем полна любви и веры в будущее, которое 69 лет назад подарили нам советские воины-освободители. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном и важном. 9 мая в Бресте прошло, как всегда, ярко и красочно. Целый день на главных концертных площадках города нестихали патриотические и военные песни. Тысячи людей шли в цитадель, чтобы поклониться тем, кто ценой своей жизни подарил брещанам мирное небо над головой. Брестская госавтоинспекция также не остается в стороне. Под патронатом этого ведомства уже не первый год проводится патриотическая акция «Спасибо деду за победу». В этом году к добровольной и очень доброй миссии присоединились дети и внуки российских ветеранов. О том, как это было, в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Яркие автомобили не только с белорусскими, но и российскими номерами припарковались у входа в крепость «Герой» уже после окончания митинга. Они останавливали на себе взгляды и детей, и заинтересованных взрослых. Необычная в какой-то степени боевая раскраска привлекала как авторюбителей, так и случайных прохожих. Хозяева авто – участники традиционной акции «Спасибо деду за победу», которая в очередной раз стартовала в городе над Бугом 9 мая. «Стала добрая традиция – это проведение поздравительно-профилактической акции госавтоинспекции совместно с молодым поколением города Бреста. Очень приятно, что в этом году к проведению данного мероприятия присоединились граждане Российской Федерации. Девять автомобилей специально приехали для того, чтобы принять участие в акции, в ходе которой ветеранам, нашим уважаемым дорогим, будут вручаться световозвращающие элементы, цветы, и после чего будет осуществляться подвоз их к дому, либо в другое место, куда им необходимо». Участники акции из Беларуси и России с удовольствием приглашали ветеранов в свои автомобили. Вместе с героями Великой Отечественной войны водители подвозили и их семьи. Белорусские и российские авторюбители понимают важность совместной истории, а своим участием в акции они отдают дань уважения подвигу ветеранов, и тем самым напоминают молодому поколению о событиях войны. «Память живет. Это очень главное. Главное то, чтобы молодежь помнила. Мы пытаемся как-то даже этим разыкрашиванием машин, чтобы люди смотрели и помнили об этом. Приятно помогать в первую очередь ветеранам даже таким небольшим образом, как просто их довозивши домой. Потому что мы помним то, что сделали они для нас, и нам бы хотелось им помочь». Акция «Спасибо деду за победу» показала, что независимо от того, что сегодня два государства официально разделяют границы, как военная, так и современная история у стран-соседок общая. А значит, братским народам есть чем гордиться. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Брестская областная библиотека имени Горького проводит целый комплекс мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Каждый год сотрудники организовывают специальные акции и конкурсы, приглашая для участия в них известных и уважаемых брещан. Юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предопределил тему традиционных встреч с учащимися школ и лицеев города над Богом. В рамках акции «Читаем верш по-белорусску». В день открытия мероприятия 5 мая с ребятами встретился председатель Брестского облсполкома Константин Сумар. Эстафету принял прокурор области Иван Носкевич. Смотрите материал Анастасии Стропко. У Берлина, тут на виду Европы всей, Стоит солдат моей краины с высоко взнятой головой. Поим не плакали берозы, росой весенний на листах, Коли увесь адлит из бронзы, И он взышел на педестал. И он на посту в далекем крае стоит за нас, за всех людей, Рукою щиро притуляя дитё малое до грудей. Узявший меч другой рукою, и он крыш фашистский растоптал, Не будто просто с поля бою взышел на гэты педестал. А перед имя корден славы, усей планеты взяя шир, И он заслужил на гэтаправо, и он отстоял на свете мир. Каждая строчка стихотворения Петра Приходько, Посвященного памятнику советскому воину в Берлине, Кажется, проникает в самое сердце. Горечь и печаль, страшные трагедии 20 века, И невероятная гордость за то, что почти 70 лет назад Смог совершить советский народ, Переплетаются в нём гармонично и тонко. Производения о войне читать тяжело всегда, Но у каждого человека есть такое стихотворение, Повесть или рассказ, которые после каждого прочтения Оставляют неизгладимый след. Для прокурора области Ивана Носкевича Именно стих о памятнике советскому воину Можно отнести к разряду особенных. Его как будто выбрала сама жизнь. Я подрихтовал верш Петра Приходьки, Яки присвячены нашему помненьку, Солдату-возволенцу в Берлине. И эту тему я буду развивать вокруг того, Что в свой час я два года отслужил у советской армии. И как раз моя служба пришлась на город Берлин, Германию. И мне по роду службы довольно часто Пришлось быть коллегой этого помненька, Навод, проходить коллегу, Устрой маршем. Потому я думаю, что у нас завязывается Такая довольно интересная вытарка. На встречу со школьниками Иван Данилович Пришел подготовленным. С удовольствием прочитал несколько стихотворений, Рассказал о себе и своем пути к нынешней должности. Поделился мнением на самые актуальные мировые события. Но и ребята не остались в долгу. С готовностью отвечали на вопросы И декламировали строчки из любимых произведений и фильмов. Это действительно великий праздник. Особенно для нашего города, Для наших земляков. Так как у нас находится Брестская крепость Герой. И мне кажется, что каждая семья В этот замечательный праздник 9 мая Собирается и дружно мы идем вспоминать. Почему я решила принять в этом мероприятии участие? Потому что мне это очень интересно. Я хочу помнить об этом, говорить. Я подготовила стих, который хочу прочитать. И это очень важно для нашего поколения. К сожалению, мне кажется, что мы уже потихоньку начнем отдаляться. Потому что, как я уже раньше сказал, ветераны умирают. И вместе с ними умирают все те истории, Которые они могли бы нам рассказать. Важность и значимость подобных встреч сложно переоценить. Живой диалог, активное общение и даже дискуссии на волнующие темы Лучший способ постижения жизненных ценностей и истин. Особенно это касается подрастающего поколения, Которое, возможно, совсем скоро будет решать Самые главные и важные вопросы дальнейшего развития нашей страны. А потому литературный марафон в областной библиотеке будет продолжен. И в следующий раз, 12 мая, в гости к ребятам придет Нина Борсук, Заведующая кафедрой русской филологии Брестского государственного университета имени Пушкина. От тем праздничных к темам будничным, но весьма важным. Глава государства Александр Лукашенко на недавнем совещании по вопросам работы агропромышленного комплекса указал на необходимость повышения эффективности сельского хозяйства. За 13 последних лет в аграрную отрасль Беларуси было вложено 40 миллиардов долларов, но отдачи пока не получено, подчеркнул президент. А потому необходимо сделать все возможное, чтобы устранить проблемы и повысить эффективность аграрно-промышленного комплекса. На этой неделе на базе предприятия «Савушкино» Малорийского района был проведен семинар-совещание по вопросам организации заготовки кормов летнепастбищного и стойлового круглогодичного содержания скота, на котором вычленялись основные вопросы повышения эффективности технологических процессов заготовки кормов, от качества которых зависят весомые привесы молока и мяса. Что нужно сделать, чтобы вложенные средства начали приносить реальные доходы? От чего или от кого это зависит? На этот вопрос находили ответ участники семинара. Продолжит Лариса Осмолович. Примером разумного подхода в организации замкнутого процесса производства, начиная от заготовки кормов, содержания стада, использования современных научных разработок и в конечном итоге достижением высоких показателей является предприятие «Савушкино». Поэтому и семинар проводился на базе этого хозяйства. Основным направлением деятельности предприятия является выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, а также рапсов. В хозяйстве занимаются разведением крупного рогатого скота с последующим получением мяса и молока. В отрасли растениеводства специалисты предприятия делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования земель. Плановая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяет хозяйству увеличивать объемы производства животноводческой продукции и улучшать ее качество. Люди в хозяйстве уверены – сработал качественно, получил достойную оплату. Не быстро, а именно качественно. Есть отдача у людей, есть такой посыл – вот я сделаю качественнее и получу больше? Естественно, что посыл есть. Люди заинтересованы в том, чтобы сделать больше объема работы за меньшее время, при этом сделать эту работу качественнее, ну и с моей точки зрения, когда раньше, ну грубо говоря, утрируя, одну и ту же работу выполняешь за 10 дней, платишь 10 миллионов и ту же работу выполнил за 3 дня, заплатил тех же 10 миллионов, но при этом еще в свободное время осталось и отремонтировать технику и все остальное сделать. Одним словом, обоюдовыгодная сделка такая получается. Да, да, это обоюдовыгодная при тех же затратах. Но по мнению руководства Савушкина, плюс в том, что ставка делается на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования земель. Для проведения всех видов полевых работ имеется необходимая техника. Прицепные навесные агрегаты о таком разумном подходе, который должен быть в каждом хозяйстве, говорили на семинарии научные работники и специалисты области льхозпрода и глава региона Константин Сумар. Все проблемные вопросы лежат на поверхности, начиная от подготовки почвы к зиме, заканчивая сбором урожая. Это все звенья одной цепи. Выпало одно, в негодность приходят другие. Вовремя проведенный сенокос. Заготовка и хранение правильные. И результат будет хороший. Выражены и в привесах, и в удоях. Не каждый руководитель пока мыслит именно такими категориями. Хозяйского подхода как раз в некоторых руководителях и нет. И здесь же много не надо. Мы сегодня и говорили вовремя скосить. И самые узкие места, если говорить о заготовке кормов, это сделать хорошую трамбовку, круглосудочную трамбовку, от которой зависит примерно 50% качества кормов. От качества кормов уже потом все остальное идет. И привесы, и удой на корову и так далее, и так далее. Поэтому мы в этом году сделаем счет, чтобы был тотальный контроль за исполнением технологии, которую мы сегодня показывали, как надо работать и как надо технологии соблюдать. В целом по области в этом году должны заготовить полтора миллиона тонн стойловых кормов на 8% выше, чем в 2013. Это возможно. Но не только, подчеркивалось на семинаре, важны цифры заготовки. Качество сегодня в приоритете. Поскольку если заготовить сполна, а хранить в непригодном виде, толку от этого будет мало. Правильно в нужную фазу скосить, утрамбовать, упаковать, чтобы зимой сенаш и силос были свежими и полезными. Вот что позволит добиться. Надоить полтора миллиона тонн молока. По объему мы последние годы вышли на требуемые объемы заготовки. Это готовится в целом по году в пределах 2-2 200 миллионов тонн кормовых единиц заготавливается кормов. Настойловое содержание до полутора миллионов тонн кормовых единиц заготавливается. Но, казалось бы, этими кормами можно иметь уже до полутора миллиона тонн молока. Но у нас пока это не получается. А не получается, по той присообщей, одной из причин является именно качество заготального корма. То есть сегодня это своевременность уборки. И об этом будет вести сегодня разговор. Еще раз на семинаре рассказывали. Учили тому, как надо и что необходимо, чтобы цепочка сельхозпроцесса была замкнутой. Подчеркивалось неоднократно, качество силы стоятия ножа – это главное. А для того, чтобы работники были заинтересованы в этом, нужно поощрять материально. Отдача не заставит себя ждать. Примеров на Брещине таких немало. Все начинается с людей. Но и другое, я думаю, что еще не заработал экономический механизм, стимул. Мы стараемся основную оплату дать за то, что я, например, скосивили, там, где ты побольше тонн перевезал. Какого качества? Нет. А тут надо сделать все возможное, чтобы я получил за выполненные работы, а 2 рубля и 3 за качество потом. Потом, когда мы проверили свои корма, посмотрели, какое качество, если это корма первого класса, но надо на этот руб заработанный, еще человеку дать 3 рубля. Может быть больше. Тогда все будет правильно. Вот это, все это другое тут не дано. Поэтому человеческий фактор. А его мы должны стимулировать все-таки еще и рублем. Брестская область всегда обладала достаточно серьезным генетическим потенциалом животноводства. И она как раз всегда реально может справиться с поставленной задачей надоить 10 тысяч тонн молока. Но, конечно, нам до 10 тысяч тонн надо надоить еще определенные этапы пройти. Самое главное, что в Брестской области существует технологический процесс. Именно производство молока и качество заготавливаемых кормов. Работа, я считаю, в Брестской области начата раньше, чем в других областях. Работа начата очень серьезно и качественно. И все технологические процессы выговаривают как сам личный губернатор области, так и все специалисты, заместители. Поэтому с брещанами всегда приятно работать, потому что есть полное понимание. Подводя итоги семинара, глава региона Константин Сумар еще раз напомнил руководителям всех ранговых чинов, что работать без задачи сегодня вольность недопустимая. А потому следует рукава закатать себя и работникам. И умы поднапрячь, чтобы по осени вздохнуть с полным удовлетворением. Для этого на Брещине есть все возможности. Сделано на полях Брещины все, чтобы получить хороший урожай. И тем более весна, которая сейчас у нас в этом году, она ранняя, тем более влага, как бы там ни было, она в достаточном количестве. Сейчас, конечно, за исключением полицких районов, там есть проблемы, особенно Столинский, Внецкий район. Но сделано на полях и на полях зареет хороший, то есть растет хороший урожай. И травы прекрасно растут, и зерна выйдут нормально, и уже кукуруза полностью повсходила, картошка начала сходить. То есть на земле сделано все. А все остальное, конечно же, тоже много будет зависеть от людей, насколько мы сделаем защиту наших растений, и насколько мы своевременно и без потери уберем этот урожай. Потому что он есть, он растет, ну а осенью посмотрим, какой будет урожай. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вся прошедшая неделя прошла под девизом «Салют Победа». К проведению акций, форумов, круглых столов включились студенты и школьники, работники культуры и ветеранские организации. Участие приняли и представители стран-соседок. Дорогами Победы. Название автопробега, который ежегодно организует Московский государственный строительный университет. В этом году, в кону Дня Победы и 70-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, россияне посетили города нашей страны, в число которых вошел и Брест. На счету участников марша памяти огромное количество городов-героев и мест боевой славы. Волгоград и Донецк, Харьков и Николаев, Курск и многие другие. В каждом из них москвичи отдают дань памяти героизму нашего народа, проводят патриотические культурно-массовые мероприятия, включающие выступления студенческой самодеятельности и встречи ветеранов с молодежью. Людей, желающих отдать дань памяти и поклониться великому подвигу защитников Отечества, с каждым годом становится все больше. Важнее всего, наверное, то, чтобы мы все помнили, что война – это страшно. Войну нельзя допустить, никоим случаем. И поэтому сюда люди приезжают и отдать дань уважения, и еще, наверное, вместе сплотиться, быть сильнее духом, чтобы мы только видели светлое небо, голубое небо, солнечное небо. И пусть люди в нашей стране во всем мире живут в мире. В центре внимания – ветераны. В предпраздничные дни и в дни торжеств, посвященных Великой Победе, им особые знаки почета и уважения, дань памяти и жест доброй воли Брестской городской организации Красного Креста, традиционная акция «Поклонимся памятным тем годам». В течение многих лет, накануне 9 мая, волонтеры навещают ветеранов, которые находятся на лечении в различных учреждениях здравоохранения. Забота о ближних, особенно о людях преклонного возраста, о ветеранах – это не обязанность, это зов сердца и души. Таков принцип работы всех волонтеров Красного Креста. Накануне праздничной даты в Музее обороны Брестской крепости открылась новая экспозиция. В рамках сотрудничества между Белоруссией и Россией уже не один год существует добрая традиция по временному обмену экспонатами. Далеко не каждый имеет возможность посетить места памяти в других городах, и потому такая инициатива дарит уникальную возможность узнать о настоящих героях как можно больше. Накануне праздничной даты 9 мая в городе над Бугом прошел целый комплекс мероприятий, посвященный Великой Победе. Особое место среди них занимает открытие экспозиции в Музее обороны Брестской крепости. Основу фотовыставки составляют материалы из архива красноармейской газеты «Разгромим врага». В дни Великой Отечественной войны коллектив этого фронтового издания прошел вместе с солдатами путь от Тулы до Кёнигсберга, плечом к плечу, сражаясь за каждый клочок земли нашей Родины. Благодаря мужеству и самоотдаче этих людей до нас дошли бесценные фотодокументы тех страшных лет. Фотовыставка «Солдаты Победы» в Музее обороны Брестской крепости будет находиться почти до середины лета, 4 июля. На самом деле это наша история, и вклад наших ветеранов настолько неизмерим. Уже на протяжении трех десятков лет в городе над Бугом проходит традиционный фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы». Он собирает талантливых юных изобретателей со всех учебных заведений Бреста. Несмотря на то, что в этом году погода не баловала, любители воздушных запусков фестиваль получился ярким и необычным. А в 2015-м, уже к юбилею 70-й годовщины Победы, организаторы пообещали устроить еще и нечто новое, не менее интересное. А пока воздушные змеи парят в брестских небесах и символизируют память о подвиге ветеранов. Интересная, масштабная и насыщенная неделя. Но самое важное во всех этих мероприятиях то, что память о великом подвиге великого народа живет в сердцах белорусов. Мы чтим память погибших и оказываем внимание и поддержку живым свидетелям военных событий. Это долг каждого из нас. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели вам рассказать наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие двое суток, 11-12 мая, воздушные массы атмосферной фронты, смещающиеся с Западной Европы, определят характер погоды в Брестской области. Будет пасмурно, дождливо. В отдельных районах прогремят грозы. 11 мая станет прохладнее. Плюс 7-9 градусов прогнозируют синоптики ночью. И до 15 прогреется воздух в течение дня. Но неуютность погоды немного сгладит южный ветер. В понедельник мало что поменяется в погодных условиях. В течение суток воздух прогреется не более чем до 13 градусов. Будут идти дожди, греметь грозы. Ветер северной ночью сменится на умеренный западный днем. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Зонтик в эти дни, несомненно, вам пригодится.